Все фильмы про милицию, про полицию, про следствия, там нет вообще близкой к нашей работе, как вот там показывают. Это все художественная самодельность. То же самое, как суды, которые идут сейчас сюда. На самом деле процессы так и не проходят судебные. День сотрудников Органов следствия Российской Федерации В начале 18 века внимание следственных канцелярий привлекли 11 и 23 россиян. Российских сенаторов, которые были привлечены к уголовной ответственности, после смерти Петра I майорские канцелярии были упразднены. Тема независимого следственного органа забыта, а предварительное следствие стали рассматривать как рядовую процессуальную процедуру для судебного производства. Затем у Александра II была попытка реанимировать систему предварительного следствия, но не столь существенная, как после 1917 года, когда следственные подразделения появились практически при всех правоохранительных органах. В 1929 году функции расследования преступлений перешли к следственному отделу прокуратуры РСФСР, а военные следователи перешли к подчинению военной прокуратуры. В 1938-1939 годах следственные подразделения были исчезнены также в органах госбезопасности и милиции подведомственных в то время НКВД СССР. В 1963 и в Министерстве охраны общественного порядка, позже оно стало Министерством внутренних дел. Лишь в 2007 году принято изменение в уголовно-процессуальное законодательство России и в закон о прокуратуре РСФСР исключили из компетенции прокуроров полномочия по процессуальному руководству следствия. Несмотря на ведомственную подчиненность, эти меры позволили сделать следственный аппарат прокуратуры относительно независимым и самостоятельным ведомством. Окончательное же возвращение модели развития следственных органов в Петровской системе произошло 15 января 2011 года, когда вступил в силу федеральный закон от 28 декабря 2010 года о Следственном комитете Российской Федерации, согласно которому руководство деятельностью этого нового органа осуществляет президент России, а председатель Следственного комитета назначается президентом без одобрения органа законодательной власти. Реформа была правильной, что следствие отделили от прокуратуры. Это мое личное мнение, поскольку следствие и надзор должны быть раздельны. И где-то, может, это даже создает более объективную картину, ситуацию в работе. Накануне праздника мы отправились в Михайловский межрайонный следственный отдел, который располагается в нашем городе и обслуживает три района – Михайловский, Захаровский и Пронский. Все сотрудники межрайонного следственного отдела во главе с руководителем Сергеем Васильевичем Конюшковым были на месте и дали интервью о том, как они стали следователями, что повлияло на их выбор и есть ли сложности в их профессии. Завершающим этапом нашего расследования является составление обвинительного заключения по результатам проведенного расследования, утверждает который обязательно прокурор. То есть изучив материал уголовного дела и посчитав собранные доказательства достаточными для направления дела в суд, он утверждает этот процессуальный документ. После чего в суд ходит прокурор, один из представителей прокуратуры, и поддерживает предъявленное обвинение по уголовному делу. То есть подводит итог всей следственной работы именно прокурор. Уже после чего выносится приговор, либо решение какое-либо по делу. Поэтому прокуратура и мы, я считаю, все равно это неотъемлемая часть в уголовном процессе. Кто собственной совестью наедине, солгать и слугать не может. Начинал свою службу в Милославском РОВД, в должности оперуполномоченного. Впоследствии, примерно через полгода, поближе к дому меня перевели в Рыбновский РОВД. Также отработал, наверное, полгода оперуполномоченным. Ну и решил по предложению начальника своего попробовать себя в органах следствия. Поскольку видел он во мне, что у меня следственный склад ума, что эта работа мне будет более близка. Ну, посоветовавшись, принял решение, согласился. Принял такое его пожелание, да, скажем. Работал следователем, стремился всегда к хорошим показателям, к качеству высокому своей работы. Хотел всегда работать в органах прокуратуры именно следователем. Но, к сожалению, в то время отбор был очень жесткий. Было немного следователей, все следователи были с большим стажем работы. И поэтому с полицией перейти было практически нереально. А после создания следственного комитета поступило предложение мне из железнодорожного межрайонного следственного отдела прийти к ним на службу. В 2008 году стал следователем железнодорожного межрайонного следственного отдела. В должности уже майора, стал проштым следователем. Начал, как говорится, всю службу, можно сказать, заново. Поскольку какой авторитет и знание наработал в органах полиции, уже пришлось его оставить там, переучиваться где-то местами, где-то менять отношение к службе, поскольку в следственном комитете намного серьезнее. И уголовные дела, и больше внимания уделяется качеству расследования и объемам проводимых следственных и постсуальных действий. Постепенно переходил на должности, занимал должность старшего следователя в том же отделе. Потом руководитель назначил меня следователем по особо важным делам. А впоследствии руководитель следственного управления предложил занять должность заместителя и руководителя Михайловского межрайонного следственного отдела. Был заместителем Новичкова Олега Евгеньевича здесь. Прослужил я, наверное, здесь полтора года. И, опять же, по указанию или по предложению руководителя следственного управления Махлея Владимировича перешел на должность заместителя руководителя железнодорожного межрайонного следственного отдела. То есть, ну, город, больший объем работы, как он говорил, потренируйся вначале для того, чтобы поставить тебя в резерв и на руководящую должность выйти. Мечта ваша осуществилась, получается? Да, я считаю, что я достиг уже должности руководителя, считаю это высокой должностью. Считаю, что мне оказали большое доверие, назначив на данную должность, поскольку отвечаю за все-таки фронт работы по трем районам. В подчинении, как я уже говорил, находится личный состав, который нужно направлять, учить, ну и контролировать. Поэтому благодарен руководитель следственного управления за оказанное доверие и стараюсь все поставленные передо мной задачи неукостительно и с максимально возможным результатом и качественно выполнять. Хотелось бы обратить ваше внимание на существование такого института, как общественные помощники следователей. Не исключение и Михайловский межрайонный отдел. Сергей Александрович в своем интервью сообщил, что в отделе крайний дефицит этого брата, а он, ох, как необходим. Волонтер-следователь имеет преференции. По результатам его общественной работы он попадает в резерв Следственного комитета и имеет шанс попасть в штат. Общественный помощник, то есть лицо, которое учится по профессии юриспореденции и желает, чтобы в последующем связать свою работу с следствием, может обратиться в органы следственного комитета и на базе нашего следственного отдела, либо иного другого следственного отдела, на общественных началах тоже приходить. Но это уже официально закреплено приказом руководителя управления. Человек становится в резерв автоматически. И после окончания университета, если он покажет себя с хорошей положительной стороны, вероятность очень высока, что он будет устроен на работу. То есть это год-два, пока учится человек, пусть он какие-то знания получает. Во-первых, он получает свое представление о профессии, кто чем занимается. А во-вторых, тоже уже на практике эти свои знания применяет и намного легче, конечно, будет влиться в работу. Поэтому, если кто хочет, может к нам тоже обратиться. Мы с удовольствием любых граждан, кто пожелает с нами поработать, помочь нам. Мы готовы принять. Волонтеры. Ну да, это набираешь популярность сейчас в движении волонтеров. Но это тоже, только это с вами связано. Да, это с нами связано все на официальном уровне. То есть у нас не то, что там, но пришел по объявлению, то есть там определенный пакет документов, собирается, приказом выносится. То есть там все как положено. Все циники-то, сотрудники правоохранительных органов, то есть как бы это однозначно, то есть с другой стороны, это, наверное, как бы способ защиты, да, то есть себя. Потому что постоянно, когда сталкиваешься, ну как вот вы сказали, да, то есть у нас же основная, вообще основная задача там, да, следственный комитет, это вот тяжкие, особо тяжкие преступления. И первым в уголовном кодексе преступлением у нас, значит, убийство, да, то есть это вот убийство, это та статья, которая непосредственно наша, которую мы вот как переняли из прокуратуры, да, то есть до сих пор мы вот его расследуем. Я думаю, что мы будем всегда этот состав расследовать. И, конечно же, убийство это, то есть не сказать, что сейчас часто происходит убийство, да, то есть, ну, бывает там какие-то происшествия, людей находят там на улицах, там неопознанные трупы какие-то, утонувших в воде, кто покончил жизнь самоубийством. Это все тоже наше, тоже ребята наши выезжают на места происшествия, осматривают, с людьми работают, изымают предметы, проводят там экспертизы, все установят обстоятельства. Ну, как говорится, с этим часто сталкиваешься, да, уже такая, как говорится, защита, да, то есть от этого негатива, да, то есть мы уже к этому относимся, как к своей работе, да, то есть нормально. Ну, не знаю, я считаю, что все, с кем я работал, да, то есть вместе не сильно изменились, потому что я 12 лет я работаю, да, то есть начинал тут уже много людей, кто приходил, кто уходил, с кем-то вместе там начинали, сейчас работаем. И все зависит, наверное, на человека тоже, потому что, да, то есть если человека, как бы он себя держит в руках, то… А вот всегда с буквы «закон» подходите вы к каждому делу или все-таки бывают и человеческие отношения? Ведь мы тоже люди и понимаем, что иногда закон, он не может помочь человеку реально избежать незаслуживаемого наказания, например, да? Такое бывает у вас, когда вы супер становитесь, вот тут у вас… Бывают ситуации, когда, конечно, бывают ситуации, когда закон, ну, закон есть закон, да, какой бы он ни был, это и закон. Есть даже такая пословица на латинском, да, закон суровный, это закон. То есть, конечно, бывают ситуации, когда исследователи, мы понимаем то, что там человек, конечно, не рецидивист, там, не алкоголик, не какой-то, не… Ну, как бы, ну, нормальный обычный человек, ну, просто вот такие условия, которые, там, получилось так, что вот он совершил преступление. Но это не исключает, как бы, да, то есть его вины. Я говорю про умышленные преступления, да, то есть когда там люди совершают преступление, ну, как бы бывает то, что там, не знаю, как даже привести пример, потому что все равно, да, то есть преступление – это преступление, преступник – это преступник. Но бывают ситуации, когда, конечно, жалко, и женщин жалко, и престарелых людей жалко, но ничего не остается как работа, потому что, я говорю, она и есть работа, все жалеют, конечно. Ну, бывают ситуации, когда материал собираем, характеризующий, побольше где-то, то есть какие-то моменты из прошлого положителя находим, да, это отражаем в деле все, ну, чтобы было видно, что человек не негодяй, а нормальный, хороший человек. В настоящее время должность одного из замов вакантна, никто ее не занимает. Работает моим заместителем Шапошников Сергей Александрович, имеет значительный и большой опыт работы, еще начинал свою работу в органах прокуратуры, следователем прокуратуры. Впоследствии уже перешел в Следственный комитет при его создании и по настоящее время служит. Занимал разные должности, служил он в прокуратуре в Скопине, в Следственном комитете он работал в городе, в Железнодорожном межрайонном следственном отделе, который обслуживал два района. Занимал должности и следователя, и старшего следователя, и следователя по особо важным делам, а впоследствии уже был назначен заместителем руководителя Михайловского межрайонного следственного отдела. Ну, я не жалею, как бы, конечно, тяжело, тяжело все это, следствие работы, оно всегда было тяжелое, потому что никто же не знает никогда, когда преступление совершится, да, это моя ночь, и зима, и дождь, и все, но ничего, как бы это, если есть интерес, все будут работать. Я надеюсь, что вот ребята приходят, то, что интерес есть, потому что хочется, чтобы с энтузиазмом работали, потому что работа-то, она такая, так сказать, не просто пришел, да, то есть как на станке, она такая творческая, творческая, да, вот вы правильно сказали, творческая работа, да, вот, как, я говорю, 13 лет работал, сталкивался со многими прокурорами, они говорят, ну, мы же не можем там сесть, раз, там, обвинение написать, там, или вот надо прям, кинулся, быстро человек допросил, нет, где-то надо готовиться, где-то надо что-то собирать, добирать, посидеть, подумать, как бы, ну, сейчас, конечно, темп следствию возрос намного, то есть, вот, если сравнить, когда вот я пришел сейчас, конечно, сейчас намного, как сказать, быстрее следствие идет, да, то есть, ну, это благодаря тому, что возможности, вот, экспертиз возросли, да, то есть, там, генетические экспертизы, и иные виды экспертиз, которые мы проводим достаточно быстро сейчас, то есть, раньше это было, ну, побольше срок к этому, плюс, я говорю, то, что воспитывают тоже на это уже сейчас, потому что немножко надо, не знаю, может быть хорошо, может быть, это и плохо, но работает, орган работает, как бы, людей мы привлекаем, нарушения не допускаем. Средственный чемодан, с которым мы выезжаем на места происшествия. Красивый чемодан. Да. Все там внутри, так, прям, как косметички. Все разложено у нас. Все, ухо. У меня, все тут серьезно. Да, инструменты. Перчатки. Обязательно. Ну, однозначно я это представляла, я представляла, что я буду следователем, наверное, когда-то давно это было в мечтах, когда смотришь сериалы о женщинах, которые следователи, и думаешь, я тоже так хочу. Потом это было уже осознанно, то есть, к следствию я пришла не в юношеском возрасте, не после института, когда я думала, что здесь все по-другому. Я уже понимала, как это все. Вот. Я хочу сказать так, что если у человека есть внутри вот это желание работать в следствии, это желание разбираться в этом всем, вот, устанавливать истину, искать вот эти доказательства, вот, а если это внутренний позыв, то однозначно человек должен идти сюда работать, и тогда эта работа будет не в тягость. Вот. А если это желание просто быть следователем, желание просто находиться в этой структуре, то долго здесь не будешь находиться, если следствие является просто скупой работой. Сюда нужно вкладывать душу. Не принцесса, но настоящий следователь девушка, которая успешно справляется с мужской работой. Знакомьтесь, Ирина Васильевна Гуреева, следователь Михайловского межрайонного следственного отдела. Нет такого понятия, что в выходной день ты полностью отключаешься от своей работы. То есть ты и в выходные дни все равно понимаешь, осознаешь, что у тебя еще какие-то задачи стоят, которые ты, возможно, еще не успеваешь, нужно доделать. Доделать. Вот. Только в плане времени. В плане, как сказать, того, что работа тяжелая, вот, женщины тоже потянут эту работу. Ну, соответственно, нужен характер. Характер нужен. Какой должен быть характер? Целеустремленный? Целеустремленный характер, однозначно. Характер целеустремленный. Характер где-то может быть на, где-то на маленьком уровне мужской должен быть все равно. Будучи девочкой-принцессой, невозможно расследовать уголовные дела, скажем так. То есть получается, что вы девочкой-принцессой не были никогда? Или все-таки были девочкой-принцессой? Нужно все совмещать. Нужно где-то... В работе девочкой-принцессой быть нельзя. Нет. Это работа ответственная, это работа, которая связана с судьбами человека, с жизнью человека. Здесь принцессу не включишь. Вот. Выходя за пределы отдела, выходя за пределы рабочего времени, там еще можно почувствовать себя слабой. Здесь слабой себя. Слабину давать нельзя. Считаю, что наши следатели имеют значительный опыт работы в большинстве своем. Старших работ превышает три года. За исключением одного следателя, девушки, которую назначили у нас год назад. Это Ирина Васильевна влилась в наш коллектив. Была аттестована и продолжает успешно осуществлять свою трудовую деятельность. Обслуживает преимущественно Пронский район, несмотря на его удаление от нас. В 90-е годы, да. В колхозах стало тяжело работать, зарплаты не платили. Андрей Владимирович Муянов, старший следователь Михайловского межрайонного следственного отдела. Михайлович после окончания школы, не раздумывая, пошел учиться в институт МВД. Так сбылась его мечта. Мне всегда нравилась работа полиции, а тогда еще милиция была. Как бы было интересно, я решил попробовать себя в этой стезе. Закончил школу и поступил учиться в Рязанский филиал Московского университета МВД РФ. По окончании обучения был направлен для прохождения службы в Михайловский межрайонный следственный отдел, где прослужил до 2014 года в должности следователя, старший следователя и начальника следственного отдела. В 2014 году я перешел работать в следственный комитет, где и по настоящее время осуществляю свою трудовую деятельность. Специфика работы одна и та же или все-таки она отличается? Ну, работа примерно одна и та же, но отличается уголовными делами. Категория преступлений здесь гораздо сложнее дела, потому что в следственном комитете расследуют дела против личности, такие, как у всех на слуху убийства, изнасилования. Как вы вообще оказались в следственном? Ну, следственная работа заинтересовала еще будучи студентом, там на старших курсах проходил практику, в Москве я обучался в следственном отделе, и впоследствии там и устроился работать. Проработал, ну, почти три года, перевелся сюда в Рязанскую область, на родину, так скажем. Виктор Александрович Абрамов замещает должность старшего следователя Михайловского межрайонного следственного отдела. Живет в Рязани, работает в Михайлове. Михайловскую команду следователей считает самой дружной и сплоченной. Моя работа, она помогать людям, в первую очередь, потому что все вот эти преступления, которые мы раскрываем, и мы таким образом пытаемся восстановить нарушенные права людей, вот таким образом. Ну, работа с людьми, она не, скажем так, не однообразная. Бывают разные ситуации, иногда нужно смекалку проявить, иногда нужно усидчивость, подумать и так далее, иногда психологом надо быть. Вот в конкретной ситуации, смотря какое преступление совершено, если это в сфере нарушения охраны труда, ты должен стать специалистом в области охраны труда, чтобы разобраться. Если это в какой-то другой области совершено преступление, то приходится вникать и сам развиваешься таким образом, получаешь больше сына не. Вот, и поэтому интересно получается. А вы бы хотели, чтобы ваш сын продолжил вашу профессию? Так трудно сейчас сказать, что будет со следствием в то время, когда он уже будет готов по возрасту уже работать. А вы думаете, что-то может произойти со следствием? Меняются реформы всякие происходят, следственная работа сложнее становится, объемнее, очень много документов, все больше информации, больше и больше становится. Ну, что, это говорит о том, что вы разочаровываетесь с профессией или… Нет, это говорит о том, что просто меняется жизнь, меняется вся ситуация и от следственного органа также требуется новшество. Новые преступления появляются, новые способы борьбы с ним проявляются. Вот, поэтому неизвестно, как будет следственная работа. Все у нас цифровые технологии, все больше в электронном виде. Может, в будущем вообще уголовное дело, он на флешке будет или на диске. А благодарных людей больше, оказывается, чем людей, которые чем-то недовольны? Ну, к сожалению, у нас-то народ не особо любит правоохранительные органы, но все зависит от отношений. Если проявлять терпимость где-то, потому что люди разные и в стресс-ситуации попадают, то недовольных-то и особо и не будет. А если, как бы, от следователя тоже зависит общение с теми, кого он приглашает к себе на следственное действие. То есть качества человеческие превыше всего все-таки в вашей профессии получается? Нужно проявлять их однозначно, и иначе будут трудности, и авторитет того же следственного комитета, он не будет никаким образом повышаться, если следователь будет не проявлять качеств никаких человеческих. Как становятся следователями? Откуда они появляются? Или любой человек может стать следователем? Вот я захочу стать следователем, я смогу быть следователем? Как вы думаете? Если очень захотеть, можно в космос полетать. Знакомьтесь, Кирилл Железняков, следователь Михайловского межрайонного следственного отдела. Молодой сотрудник, но в его послужном списке уже есть трофеи. Тогда сразу нескромный вопрос. Сколько вам лет? Много. До 35. 35 это последний порог, когда можно поступить в органы. Я решил пойти следователем. Именно следователем. Приехали на день открытых дверей в институт, который на Ворошиловке находится, Рязанский филиал Московского университета МВД России. Мне там все понравилось. Техническое обеспечение, материальное обеспечение. Очень красиво. Но тогда я не понимал, что все это делается руками курсантов, как правило. И, соответственно, решил пойти в этот институт. Потому что там, на самом деле, очень красиво. Там профессорский, преподавательский состав очень сильный был на тот момент. Два профессора в институте работали. И решил пойти именно туда. Хотя поступал еще в Радик. Я в Радик поступил. Ну, не знаю, решил связать свою жизнь с органами. Вот. Отучился пять лет. Закончил очень даже достойно. Много благодарности. Балаграмм. Писал научные работы по психологии. В основном, да, по психологии. Я писал, потому что эта тема мне была интересна. Вот. И попал по распределению в Сасово. Следователю. Ну, так как родители живут в Ермише. И попал в Сасово. Конечно, далеко. Приходилось ездить каждый день. А потом отправили. Ну, вроде как стало хорошо получаться. Дела в суд начал направлять. Даже сам, ну, когда приходят молодые сотрудники, им, как правило, дают дела с неочевидным преступлением. То есть, не раскрытые. Вот. И, чтобы, так сказать, набили руку, научились. Ну, в итоге сам раскрыл даже это дело. Ну, женщина созналась. Одного, другой телефон украла. Изначально не знали, кто что. Ну, в итоге я ее стал допрашивать. Там сказал то, что можно будет запросить билинговую детализацию и все остальное. И она написала явку с повинной. Ну, мне даже, я помню, премию выписали. Двести с половиной тысячи. Ну, запоминающий с повинной. Ну, вы что, ну, это знаете, как приятно было, когда на первом месяце работы, там, премию выписан начальник. Начальник строги. После этого меня отправили в командировку в Рязань. Тогда еще было городское управление для Набаженова. И в итоге я в Рязани практически, ну, да, и во всех городских отделах следствий успел побывать. И в марте 15-го года меня отправили в Михайлов. Приехал сюда, и вот, ну, если не считать отпуск, который я гулял, ну, четвертый год я уже здесь работаю. Сначала в полиции, потом здесь. Ну, и как тут у нас Михайловская земля получше, чем на Рязанской-то? В смысле, в Рязанской. Ну, вся на Рязанской. Вся на Рязанской, да, именно в Рязани. Вы знаете, я думаю, вся на земле везде хорошая. Все зависит от людей. И в Рязани есть люди своеобразные. Там такие районы, как железнодорожный. Ну, потому что это центр. Ну, очень много преступлений совершается. Там бывало такое, что если в железнодорожном РОД, я когда дежурил, бывает, что с утра уедешь, и можно приехать только ночью. То есть с одного выезда на другой. Там кражи, еще особенно Ашан, там, премьер. Ну, вместо массового скопления людей. Здесь как бы тоже, ну, здесь поспокойнее. Поспокойнее, но может выстрелить так, что сильно. Очень сильно. Там Октябрьский, например. В том году-то по осени много преступлений там совершалось. Я думаю, слышали. Здесь, конечно, поспокойнее. Здесь мне нравится. Я уже привык. Я привык. Мне даже довольно комфортно. Ну, как вы здесь живете, да? Вы здесь живете и все-таки ездите? Откуда? С Ерми что-нибудь? Мало ли, может, в Рязани вас как-то... Ну, в Рязани родственники. Ну, живу здесь, да, снимаю. Ну, потому что приходится иногда задерживаться на работе допоздна, и потом еще ехать в Рязани. Я думаю, бессмысленно. Ну, при таком летней жизни, когда же вы лично эту свою жизнь устроите? Вам надо какие-то окна. Это извечный вопрос, который мне задают родители. Защищаем мы не только каких-то иных граждан, но и свою семью от этой напасти, которую мы называем преступностью, с праздником. Мы выполняем очень серьезную, очень сложную работу. Мы вкладываемся в нее. И пусть будет так, что все поставленные цели в этой службе, каждому из сотрудников, будут достигнуты. Они пусть будут достигнуты правым путем. Преступность, как говорят, не победят. Но чтобы преступлений было поменьше, выездов поменьше, побольше выходных, и чтобы дома был покой, уют. Как говорят, тылы были прикрыты. Слава Богу, я уже в отпуске. Поэтому, что я им хочу пожелать? Пожелать, в первую очередь, здоровья. В этой работе оно главное. Терпение. Это тоже. И немаловажный фактор – это понимание в семье. Терпение. Хочу пожелать, чтобы их семьи понимали больше. Потому что специфика службы такова, что с личным временем приходится иногда не считаться. И карьерного роста, чтобы больше успехов было, получалось работать, и получали они сами удовольствие от того, что делают. Прежде всего, здоровья, успехов в работе, меньше негативных показателей в работе, достойной заработной платы. Было получено семейной жизни. Самое, наверное, необходимое. Все наши герои – люди не случайной профессии следователя. Как правило, многие из них мечтали о ней еще в детстве, осуществив ее сразу же после окончания школы. Помимо буквы закона на практике, они применяют человеческие качества – доброту, справедливость, честность и порядочность. Оказывается, это возможно, если быть профессионалом своего дела и оставаться при этом человеком. С праздником, дорогие следователи!